Слишком красивые, чтобы в них играть. Тем не менее, некоторые из них даже выступают в театре. Речь идет об авторских куклах. Наши корреспонденты встретились с их создателем и узнали некоторые секреты из жизни игрушек. Кисти, краски, нитки, клей и многое другое. В этой комнате шьют, лепят и создают кукол. Здесь ткани приобретают чуть ли не человеческие формы. Именно тут созданы сотни персонажей. И вот один из них. Зовут Гномыч. Его здесь любят по-особенному. Ведь он один из немногих кукол, кто умеет разговаривать. Да, Гномыч? Все верно. Все началось еще в 2007 году с простых чулочных техник. Сначала это были элементарные игрушки небольшого размера. Домовята и другие всем известные персонажи. Дальше начались участия в ярмарках, эксперименты, а после свое дело сделала сарафанное радио. Детки, знаете, как охотно с ними идут на контакт. Они же друзьями их становятся. Это же как здорово, когда кукла может жить, да? В творческом багаже Валентины уже более трехсот игрушек. У каждой есть свое имя. А на изготовление одной, в зависимости от сложности, может уходить от четырех дней до двух недель. Дальнейшая судьба персонажей различна. Кто-то остается у мастерицы, а кто-то даже отправляется в другие города. Мои куколки живут в Покрове, в Ярославле. Котенок по имени Гав с его друзьями живет. Кукла ворона Клара Маппет уехала в Казахстан в телешоу «Шоу талантов» с девочкой. Для каждой игрушки индивидуально создаются образ, одежда и даже характер будущего персонажа. Материалы самые разные. Фетр, бязь, пластик, перья и многое другое. Мастерица словно волшебница. Ее фантазия легко материализуется. Иногда хочется сделать именно вот точь-в-точь. Но кукла сама говорит, я не хочу такое, я хочу вот так. И тогда начинаешь объяснять заказчику, вот немножечко вот такие варианты будут. Кто-то соглашается, кто-то говорит, нет, точь-в-точь. Но чаще всего люди соглашаются, потому что, да даже и не интересно, когда один-в-один с картинкой. Любимому занятию Валентина Софьянова посвящает все свое свободное время. Ее игрушки можно увидеть и в социальных сетях. Некоторые герои в дальнейшем даже обзаводятся собственным блогом. Всем привет! С вами я, Ларана Клара. Знаменитая и красивая. Инстаграм Кларита Ларана. Куклы весьма разнообразны. Есть верховые, например, перчаточные, планшетные по тему марионеток. И есть большие, с половину человеческого роста. И только одно неизменно. Образы, создаваемые мастерицей, всегда улыбчивы, радостны и беззаботны. Владислава Витковская, Сергей Пеляев, 41 канал.